видно да видно передаю слово иван тебе начинай да всем привет значит я меня зовут шашу ридван сегодня расскажу вам про такое самописное решение опен-сорсное по автоматизации поддержки с опять его общий подход такой есть стандартные алерты вот cbma которые настраиваются alert rule в директоре да и приходят письма либо в виде джейсонов либо какие-то там уже сформированные html письма о каждой ошибке или проблеме которая происходит с каждым из сообщений в пимоне то есть либо либо с каналами либо в пимоне что-то не так на каждое сообщение может приходить письма писем потенциально может быть очень много сотни и тысячи в особенно в случае если падают какие-то внешние системы то писем становится очень много при этом на некоторые алерты на некоторые письма никакая реакция не ожидается на самом деле потому что например где там не знаю gdbc центр у него есть какие-то блокировки он там следующий через минуту еще разойдет попробует и все отработает и может быть реакция на 1 лет и не нужна либо там система да там что-то лаганула но она ее раз сутки перезапускают и раз сутки например так канал не работает и поэтому он там раз сутки просто этот лишний алерт то есть когда ты их а много б не все не на все поддержку надо напрягать и реагировать во вторых вопрос качества что если у нас какая-то система нагруженных упадет с ней много допустим каналов много сообщений разных типов много интерфейсов лукапа какие-то есть то посыпется большое множество разных ошибок но по сути одна и та же проблема система лишит если в этот момент придет какая-то одинокая проблема сбоку то она очевидно затеряется потому что люди которые разбирают эти письма они могут там массовые их помещать прочитанными еще что-то не заметить то есть вероятность большая и соответственно вопрос того как реагировать вообще на письма то есть вот пришло письмо и чтобы человек каждый раз не залезал там во все системы если дарикторе не пытался понять а что там происходит что там за скрипты где какие проблемы то логично ну там иметь какую-то там базу известных проблем например которая либо на исправлении либо их принято было игнорировать либо еще что-то надо где-то ну форме эту информацию знать о том что у нас вообще происходит опять такой как бы инструмента не предоставляет поэтому когда приходят эти письма то выходит получается что просто надо каждый раз нуля пытаться включать голову и думать ну и плюс нет никакой работы в команде то есть например может быть ситуация что сотрудник поддержки это один человек кто мониторит систему а например а в этот же момент в системе запускается новый проект новое решение первый раз в прот перенесли 20 потоков и с ними тоже могут быть какие-то проблемы и логично что вот эти новые потоки поддерживает сотрудник который участвовал в процессе разработки и на самом деле те алерты не не должны пересекаться с алертами которые идут но обычные а быстрейских решениях это мог быть вот команда разработки команда поддержки во вторых каждый в разные дни дежурным там по системе может быть разные люди вчера кто-то разбирался какие-то действия совершил и продолжает например ввести какой-то инцидент который там произошел переписывать с внешней системой а сегодня наступил новый день пришел новый человек там не знает новый дежурной ему непонятно это письмо их надо как с нуля разбирается по старому разбирать смотрел ли их кто-то то есть это новый экземпляр той же самой ошибки то есть ну просто другое сообщение упал из той же самой проблемы то есть все это 5 как бы не позволяет делать и того мы вот у меня в компании жили как вот система система b между ними соответственно 5 и этот 5 генери там сто тысяч писем в день с которой сотрудники поддержки смотрят в телеграме обсуждают кто что делает в конфлюенции ведется какая-то там табличка с информацией скажем какие проблемы есть что с ними происходит как они решаются в каком и статусе и так далее все на ручном труде поэтому но и писем много и синхронизация не очень качественная то есть есть разные проблемы возникла идея добавить какую-то систему чтобы 5 слова лет и туда а эта система интеллектуально агрегировала разные письма в единое понятие ошибки то есть если это однотипная ситуация с разными экземплярами их надо склеивать чтобы можно было провалиться из ошибки в конкретные лерты новую скорее человек будет смотреть на статистику сколько таких ошибок что там происходит и каждой ошибки можно было ввести какие-то знания о том как их исправлять то есть ошибка была исправлена убрана и через полгода повторилась чтобы она всплыла и чтобы алерт там через полгода вспомнил что полгода назад был какой-то похожий и вот решали вот так то кто сейчас этим занимается то есть какое-то назначение исполнителя и так далее и поддержка она уже общается внутри этой какой-то системы агрегации просто посматривая на там 5-10 типов ошибок которые требуют хоть какой-то реакции итогов уходит что качество растет а стоимость там наблюдения снижения снижается ну и просто алерта все не очень нравится людям читать в системе как-то понагляднее попроще поприятнее меньше ручного труда были варианты используется абсолюшн менеджер потому что у него есть такой стандарт по объединению во первых по сбору алертов спи во вторых по объединению его ошибки и по заведению тикетов на соответственно эти ошибки все неплохо в том что как раз подключиться и собрать все но самая большая проблема в том что агрегация реализована плохо просто неприемлемо плохо потому что он вырезает такие нужные вещи как название центр интерфейса message id и другие вещи которые могли бы помочь сотруднику поддержки разобраться вообще что происходит и оставляет там допустим трейс вызовов который совершенно ну вторичен по отношению каким-то более базовым вещам как код ошибки или вот там название интерфейса и в итоге он заводит такие ошибки которые невозможно разобрать и там нельзя провалиться в конфетные алерты плюс там есть проблемы вот закрытием тикета и воспроизведением его спустя там полгода повторилась та же ошибка то он там плохо это сегрегирует наверное это все можно доработать но для этого должны надо как это разработчики на фьори которые должны это зайти сделать и вот в моем случае у нас не было этих ресурсов а начальная реализация но она настолько не соответствовала желаемому что мы решили как бы они пробовать даже в итоге родился самописный инструмент который конечно это самописный значит там со временем потеряется контроль станет легоси ничего не понятно но мвп было написано задние выходные ну и дальше он там полгода развивается поэтому в целом показала что это гораздо лучше чем ждать полгода пока там об опера что-то как-то допилят доломают solution в итоге это получилось неплохим таким удобным инструментом который я вам хочу показать с точки зрения пиа и выглядит примерно так есть сап в нем те же самые стандартные alert ру и которые настроены на допустим то что туда вставлено все бизнес-системы бизнес-компоненты и на любой чих соответственно приходит генерится alert с точки зрения стандарта сапа он просто складывает это во внутреннюю gms очередь и поведение сапа и по умолчанию это фоновое задание которое читает gms очередь и рассылает вот эти письма мы добавили вторую в этот alert ру добавили второго получателя создавать вторая gms очередь и есть отдельная и кошечка пиа который заходит в эту gms очередь читает и отправляет вот этот же джейсон без преобразований на самом деле указано мэппинг уже уже без по моему и отправляет на там сервис ресервис стороны вот эта система то есть точки зрения 5 это вот стандартный alert и просто одна и кошка которая тоже там достаточно стандартная gms рест-ресивер а пиа лерт принимает это все и обрабатывает запасной вариант был то что можно было бы читать почту ну чтобы пиа и так и слалку на почту какую-нибудь ящик и пиа лерт мониторил этот ящик но в итоге остановились пока на первом основном варианте просто gms рост как происходит агрегация есть какие-то ключевые поля такие как система пиа и потому что их ну там dfts прод у меня два стека поэтому два провода но то есть понятно что разные пиа и разные соответственно системы и алерты система отправитель системы получатель и название интерфейса это как бы ключевые но не единственные вещи при их совпадении мы считаем что надо обсуждать на самом деле еще канал потому что есть алерта где интерфейс не указывается и указан канал но тогда он вместо интерфейса по каналу смотрят если вот эти реквизиты разные ну то есть отправитель получатель разные то алерты не агрегируются живут отдельно отдельными типами ошибок если совпадают реквизиты сообщения то он соответственно начинает среди существующих ошибок ну вот с кем совпали реквизиты выбирать на что это похоже вообще на какую группу ошибок если текст ошибки это вот вторая до линия на слайде если текст ошибки очень похож либо там текст ошибки там преобразуются в маске то есть например а пишнике там вы выпиливаются при сравнении иногда потому что система могут иметь разные ноды и по-разному там резовывается например если текст ошибки очень похож значит мы просто в существую на один группу ошибок у которой совпали реквизиты очень похожий текст мы добавляем еще один налет если не ну все тексты существующих нам известных ошибок ну явно не подходит то есть это какой-то новый текст мы создаем новую группу ошибок если тексты похоже но недостаточно чтобы система применила решение о том что все-таки та же самая ошибка тогда система заводит отдельную группу ошибок но с пометкой что возможно я сомневаюсь и есть кнопочка ручного анализа чтобы руками объединить а дело в том что иногда там расхождение на пару символов это ну как бы ерунда и на самом деле надо склеивать а иногда на пару символов это разный код ошибки и от этого нельзя склеивать надо по-разному обрабатывать и реагировать например бизнесовый код там так далее как выглядят примерно система я потом могу демонстрацию небольшую провести но вот с точки зрения скринов есть рабочий стол вот он выглядит примерно так сюда вот здесь видны группы ошибок то есть вот агрегированная лерта есть столбец статус которая проставляется исходя из него все соседи видят кто ну кто что происходит то есть игнор значит ничего не делаем когда придет такое сообщение ручные шаги значит надо прочитать что в комментарии и выполнить что то что там ожидается но есть там на исправлении новое закрыто ну какие-то другие шаги есть система вот сотрудника что можно помечать из списка выбирать что где как ну и цветовая схема что там зелененькое действие не надо желтенькое надо красное очень надо понятно комментарии реквизиты текст ошибок текст ошибок он видны со звездочками то есть после объединения разных ошибок то есть разные алерты он пытается подобрать такой шаблон в который бы удовлетворили все ошибки которые попадают в эту категорию и соответственно ну какая-то там статистика возможности провалиться в чем удобство этого дашборда в том что система старается выводить только то на что нужны действия во первых тут есть вот система с колокольчиками который подсказывает можно отмечать где ты уже посмотрел что поделать и вторая мысль такая что вот а верху справа тут такая кофеечек горячий то есть это те алерты которые требуют внимания по мнению системы здесь видны и алерты на исправлении ручные шаги и новые открытые инциденты а инциденты в статусе закрыта или игнор их не видно на этом столбе но на этом дашборге обычно они как бы спрятаны только вот есть переключатель включить что типа хочу все посмотреть но в данном случае вот на этом скриншоте а вот верхний аллер все равно есть потому что он там красная стрелочка уголочки нарисована она говорит о том что да этот алерт поставлен что его игнорируем что это просто блокировки они там переобрабатываются все хорошо но по статистике за сегодня произошло ошибок на порядок больше чем обычно это означает что возможно блокировки постоянные и данные вообще не ходят и поэтому все таки надо посмотреть то есть несмотря на вот механизм ну то есть это несколько за n месяцев отлаженный механизм того а на что нужна реакция сотрудника на что не нужна реакция сотрудника но так примерно выглядит интерфейс ручной агрегации что там пришел два алерта в котором там допустим там файлик такой-то не удалось обработать и разные совершенно название файликов размер файликов и вот он говорит что по тексту они там на 50 процентов совпадают а на 50 процентов разные но скорее всего это одно и то же и предлагает шаблон что а давайте заведем текст ошибки вот со звездочками для того чтобы объединить но склеить две группы ошибок и жить как-то с этим случае каких-то массовых инцидентов когда например легла сеть ну вот у нас такое бывает поэтому в этом случае несмотря на агрегацию а агрегированных арестов тоже становится много поэтому есть отдельный раздел массовых инцидентов чтобы массово что-то там помещать здесь система предлагает автоматически анализирует ошибки подсказывает по каким ключевым словам можно найти ну вот сейчас подходящим под большое количество алерты вбиваем открываем что-то у меня тут открылось сбоку вот соответственно можно посмотреть найти как бы агрегировано все ошибки например их массово закрыть фразы что там что-нибудь перезагружали какую-то систему перезагружали либо перезагружали этом сеть еще что то ну то есть некоторое массовое управление чтобы не заниматься большим количеством ручных кликов ну и прочие разные вещи это вот значит автоматический анализ критичности зависимости от некоторых текстов ошибки им всегда ставится не критичность низкой критичности и поэтому они не попадают на дашборд с кофе очкам ну и в зависимости от статуса частоты попадания и так далее система прав доступа к разным разделам разных пользователей интеграции никакой нет пользоваться ведутся локально но можно все равно управлять там условно начальник подчиненный там сотрудник такой сотрудник сякой возможность там всякие удобные значки на тему если кто-то онлайн кроме тебя статистика вообще жизни заходи сотрудников поддержки сколько часов и они провели в системе сколько нет то когда заходил некоторый разрез статистик поля там ну как по времени когда больше когда меньше как что с кем происходит вот так называемое понять такое свидетельство канарейки идея в том что пиалер сейчас просто принимает вызовы от 5 а что если сломалась отправка из пиалер тогда получится что мы об этом не узнаем потому что в пятом и тернии заходим но в альфте во всяком случае смотрим только пиалер для этого есть два метода первой это пиалер анализирует среднюю частоту в данное время получения левтов если вдруг их давно не было начинает вас и добавлять искусственный алерт сверху с фразой что чет из 5 давно ничего не приходило проверь либо второй вариант это в 5 заводится 2 и к кроме отправки и к с пингом где rest center в режиме пулинга там условно раз в минуту стучится и alert и дальше выбрасывать сообщение дальше не обрабатывает с точки зрения мониторинга 5 этого ну как бы пулинга не видно а пиалер отслеживает что был ли вызов если его не было то сетевая связанность потерялась то тоже пиалер начинает кричать что что-то не так с пиаем иди уже в монитор пи а вот ну соответственно система бодировок в веб-интерфейсе но так как там много полей вот там статус комментарии чтобы если там несколько человек работает чтобы они не затирали данные друг друга там отслеживание одновременно работая но и все это выгружается в excel чтобы посмотреть там алерта статистика то есть поработать там где-то в другом месте с водными таблицами вот но еще несколько вот таких скринов это примерно иначе по конкретной группе ошибок там какие-то вот данные когда первые в последние частота за сутки неделю месяц сколько всего приходила какая-то статистика по дням больше меньше приходила и так далее статистика по системам сколько приходил в разные дни или сколько приходит по часам при этом вот тут на графике да видно что зелененькая это там сегодня там скрин месяц назад и сделал норма там для того четверга обычно такая то то есть среднестатистический четверг сегодня и вот можно сравнить если проблем или нет но вот с точки зрения такого анализа статистики но лично у нас вот пятьдесят семь процентов алертов воде относятся категории игнор то есть мы почти на них не реагируем кроме от количества 19 процентов алертов которые приходят это массовые какие-то сбои внешние и они просто сильно нас засыпают и поэтому их массово теперь закрываем мы не смотрим и в целом эти реагируем теперь они на лярты а на тип алертов и что с ними происходит его типов в 29 раз меньше чем приходящих алертов поэтому с точки зрения вот там целевого показателя что вместо сотен писем мы те же и реагируем на единицы проблем но но там относительно было достигнуто но тут есть вот презента я потом тоже наверно выложу на гитхаб соответственно презентацию здесь есть ссылки на описание то о том как это можно поставить исходники на гитхабе ну и там блок на сапками тоже с описанием того что это зачем это и почему вот соответственно это вот рассказ по систему но и дальше наверное могу показать что там живую вот соответственно так вот выглядит ну примерно то же самое все что я показывал некоторые рабочий интерфейс какие-то выпадающие списки с фамилиями со статусами с возможностью изменять там какой-то текст не знаю то есть просмотр алертов конкретных по этому типа ошибок статистика но там ссылки друг другу вот обсуждение его идей по возможным объединением алертов то есть ну некоторые рабочий инструмент флажок о том что сейчас сотрудников несколько в системе то есть кроме меня есть дежурный который сейчас должен следить ну и возможность там перейти на режим алертов которые все подряд вот этот колокольчик это он приходит он ставится под каждый тип ошибок после того как туда пришел алерт новый с момента как последний раз кликали то есть если я там посмотрел как дежур думаю ну здесь и делаю то нечего я кликаю и фажочек пропадает ну и вот соответственно если смотреть неважно лифта то 24 ошибки ну там получали некоторые ping а из важных только один поэтому как это все хорошо раздел массовых алертов закрытие вот идей как можно искать просмотр всех алертов которые приходили в системе вот статистика которая тоже приходит не приходит 50000 алертов поттер и тысячи ошибок заход сотрудников поддержки кто когда приходил отчеты возможность выгруз выгрузки система пользователей настройка прав доступа технические параметры подключения пароля там и так далее то есть но некоторые настройки просто ссылка на регламент поддержки это ссылка в какую-нибудь внешнюю систему чтобы не забывать как заходить и проверять все ли в порядке но и раздел профиля соответственно просто тому пароль поменять еще что-то статистику по себе посмотреть вот ну наверно все демонстрация все закончилось теперь читаю так а вот так да там не очевидный зум что надо проще отключить показ до это да все остановил показ соответственно вопросы а вот я вижу я ты как спасибо тебе за создание активности да значит первый вопрос можно ли спиалерт переотправлять упавшие сообщения ответа сейчас нет нельзя единственный путь переотправки это то что везде где упоминается сообщение то есть например но из типа ошибки можно провалиться в алерте и там будет указано message id и message id указано ссылками то есть можно зайти и нажать переотправить оттуда то есть напрямую переотправки никакой нет сквозь проваливания да можно сделать дело в том что если единичный алерт то это несложно провалиться сквозь систему сквозь пиалерт а если ошибки массовые какие-то то все равно обычно люди идут в пимон и там уже все переотправляют какой бэкенд используется все это работает на php mysql то есть так как это нас наколеночное решение за выходные до которые просто дальше долго развивалась но долго полгода то вот какие инструменты тогда были понятны те и были использованы вот откуда скачать соответственно презентация есть ссылочка на github там и исходники и описание что требуется какие куда двигаться да вот я вижу прислали ссылочку здесь все правильно ссылочка правильная вопрос отслеживаться ли как-то очереди с опять допустим запустили какую-то аномально большую загрузку скопилось много сообщений пьян ошибок нет при этом сообщение подтормаживает при доставке до получателя соответственно в рамках пиалерта сейчас такое такого не отслеживается этот мониторинг у нас был до пиалерта и он на уровне забег со просто он смотрят и присылает что смотрит количество через запи пьян и смотрят количество сообщений в разных статусах если он видит что статус сообщений в статусе там тебе деливерят больше статус там какой-то порог то начинает писать что подозрительно так как это и так неплохо работал то в пиалерт не попало то есть тут в этом пиалерте нет то много типов ошибок то есть нет ошибок с очередями нет никаких инфраструктурных вещей там про память и так далее это исключительно обогащение cbma-алертов вот то есть а левтов которые происходят с конкретными сообщениями там валидация маппинги и так далее следующий вопрос может ли отдавать пиалер число каких-то сбоев или необработанных алертов наружу забег или графа ну ну на данный момент такой фичи нет но так как это опен-сорс открытые вещи пожалуйста конечно может то есть не думаю что это какая-то технологическая проблема не знаю насколько это востребовано с точки зрения того что сейчас он используется как ну вот рабочий инструмент то есть у меня есть группа сотрудников которые распределены по дням и человек дежурный вот он приходит открывает у него пиалерт пермомент открыт в течение всего дня и он иногда либо сам туда посматривает либо пиалерта там тайтл у него меняется у странички если приходит сообщение которое требует внимания человека льта боится на него и как-то реагирует то есть и концу дня обычно число необработанных алертов всегда ноль поэтому потребности в каком-то там дополнительном движении не было поэтому не допиливай ну я просто могу добавить потребность к есть я просто делал такую задачу год три назад заказчику то есть он мне сказал что у нас есть сервис нау и есть графический дашборд который сидят вот администратор у них там есть память у них там есть ну все параметры архитектуры и мне как раз надо было создать джобу который парсит все эти алерты то есть да там все ваши проблемы описаны надо было агрегацию смотреть неповторяющие ошибки пропускать эти коннекты но единственное отправлялось это все в сфо в сервис нау создавался тикет ну опять же тикет первое время мы просто зафлудили сервис нау потому что ну то же самое там генерились коннекшен эти бесконечные отключались им это все не надо было то если надо было агрегировать один большой тикет создавать либо там фильтры включать и следующий да это вот публикация на дашборд так что принципе это надо да то есть у меня пошел по пути что я создал джобу который парсит все алерты собирает в ну распарсенные алерты в определенную базу базу данных а потом рассылает по ну вот мне было два потребителя это дашборд для администраторов и создавали стикеты для поддержки но у вас принципе то же самое просто у вас поддержка сама заходит в монитор а там поддержка была и вся оплата через сервис на вот типа такой helpdesk но так как я работаю со стороны заказчика то у нас своя соответственно команда и ну да раньше они смотрели в почту и конфликнуть с телеграмом то теперь стало просто поудобнее ну ну принцип да такой же в принципе я считаю из очереди эти считаю вот джессон из очереди джемесный ну там вернее через запидаю считал ну да следующий вопрос как сложно но у сотрудника техподдержки поставить за такой алертинг насколько ему надо знать 5 ну если это пиайщик то вообще не сложно потому что это примерно все то же самое что он видел бы в письмах или в мониторинге но только вот со статистикой вместо спама и с пометкой базы знаний если пиайщика понятно да а если не пиайщика то тут вопрос такой а какие действия он может предпринять то есть наверное это возможно так как тут есть вот раздел для ведения базы знаний по каждой проблеме то есть если есть тип проблем которые легко решается то наверное можно в комментарии описывать конкретные шаги и человеку просто писать там что зайди туда нажми то сделать то он получит такой алерт и просто выполнить шаги но у меня такой практики нет то есть у меня поддержка пиай занимается люди которые пиай понимают поэтому понятно я просто хочу добавить как раз ки вот про простые инциденты потом пришел у нас топ-менеджер который сказал что надо резко экономить на первой линии поддержки и нам нужны роботы и мы начали пытаться на основе вот этой базы данных простых этих тикетов создавать то есть уже принципе дошли до того этапа что пиай допустим перестартовал вернее наш функционал роботы перестартовал канала на основе этого ну каких-то стандартных там ошибок он делал анализ что вот эта ошибка она и для нее было как бы дело категории ошибки по тексту и каждой категории у нас уже был пристроен там рпа но тут мы до этого дошли который там стартовал перед там рестартанул канал допустим у нас бывало зависали файлы канала пришел аллер там он там несколько минут следил ну там зависит металл коридм который мы заложили я с ним следил и перестартовал сам канал просто это просто нам было показать топу что мы вот хотим заменить людей вот он сказал что нам надо сократить первую линию поддержки и вот мы ему показали такого робота который на основе вот алертов наверное это это хорошее развитие но ну да там можно подключить там нормальный пока опять без зубы опиалерт у меня без зубы то есть он принимает себя но действий никаких не совершает да главное базу создать агрегированную базу которая будет отфильтрована а потом уже можно и вот рпа подключать либо там ну да рпа машин леарнинг там чего угодно и в принципе можно простые повторяющие действия они всегда есть какой-то процент как рестартануть канал что-нибудь такое можно заменить на робота да можно наверно да но скажем так создание пиалерта это была потребность которая назревала но в смысле что мы страдали от количества алертов от потерянных алертов которые оказались критичными и так далее то вот с ручной шаги пока жалоб не было поэтому на этом остановились следующий вопрос можно ли отслеживать время обработки сообщений массово за период например в течение недели 300 тысяч сообщений мы хотим узнать были ли аномалии во время обработки сообщений пиво ну наверно технически конечно можно опять-таки пиалерт этого не делает но вот лично у меня в компании отрешается так есть монитор в метабейс упя есть там вот api для того чтобы дергать статистику по сообщениям и раз в час внешняя система дергает этот данный за час собирает к себе в базу и показывает есть отдельный дашборд метабейса в котором можно фильтровать по системе отправить или получать интерфейсу и она показывает статистику добрый день иван да это месседж мониторинг я имеется ввиду стандартный интерфейс я не могу посмотреть конечно как сервис называется performance да 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 вот похоже мы с иваном эту тему обсуждали я видел этот замечательный performance мониторинг метабейсе мне очень понравилось ну то есть это так скажем мы я начал пилить вот этот 5 монитор только потому что никакого другого инструмента я не нашел вот а задача с отслеживанием частоты в автоматическом режиме у нас не не решена но она тоже никогда не была нужна и вот еще смогу показать я просто может поясню к чему вопрос а то так не совсем понятно самого вопроса то есть классическая задача да начинаются разборки на какой стороне допустим сообщение шло слишком долго да по какому-то критичному интерфейсу начинаются разборки она с какой стороны была задержка да и вот мы хотим ответить на вопрос ну то есть не нельзя же по каждому сообщению там их очень много лезть да и доказывать да вот классическая такая задача да мы хотим показать что у нас время обработки в пиаре там по массовому какую-то стеку сообщений она не превышала какого-то там тресхолла но вот я могу показать примера как у меня это сейчас решено это вот значит этот метабейс в нем есть такого рода монитор в котором ты указываешь фильтры периода системы вот там условного интерфейса он рисует какие-то графики есть ключевые показатели среднее время обработки сообщения это синхронный вызов двенадцать семь среднее время без шага кола адаптер который занимает сколько-то миллисекунд и время ожидания ответа внешней системы что я вижу что такой-то период столько-то там сообщений там вот 50 тысяч сообщений в сутки накладные расходы сделал такие внешнюю систему мы ждали столько-то в рамках сообщения от часа было столько-то время отработки по часам столько-то ну то есть в разные часы там здесь подольше здесь побыстрее но это вы из этого сделали да из performance репорта да performance репорт каждый час дергается собирается большая база и сверху такой дашборд а лекции нет это просто вот обратная связь чтобы для разбора полетов ну да у нас просто теперь поставил заказчик что вот 5 должен отрабатывать там внутри школы там среднее время не должно превышать 15 минут и вот я им тоже такое дело репорт по дням если по дням выполнялся то есть я никогда не обработала сообщение больше чем 15 минут там какая-то премия была а мета-бэйс то есть это просто на презентейшн левел да так то есть данные валятся в базу да потом на этом просто дашборд построен да да все верно вот у нас просто похожее решение на ажур да то есть баз данных и дашборд на ажур построен а в качестве сервиса используется message-monitoring vr ну возможно ваш вариант даже более удачный про перформанс монитор спасибо за комментарии в перформансе там очень много разделов там на каком этапе обработки в каком модуле например какой вы им потратилось в миссии что надо этого нету можно гораздо глубже досмотреть но в итоге мы смотрим вот только скол адаптеры без кого адаптер чтобы отличить внутреннюю от внешней но в целом там пяток шагов то есть можно маппинге деле смотреть все отдельно смотреть все шаги ну да я это максу просто говорю что причина почему message-monitoring в часть инфы не показывает потому что просто там она не собирается ну понятно да но в принципе он показывает там время обработки в сообщении тоже на нескольких шагах показывать в принципе нам было достаточно нет там нет понятно я думал там вообще нет есть следующий вопрос нужно добавить новое правило тип ошибки расскажите примерные труд затраты нужно для программист пхп ответ не нужно добавлять правило тип ошибок нулевые труд затраты программист не нужен то есть система работает автоматически с точки зрения того что вот приходит первый алерт система знает теперь этот алерт приходит второй и второй алерт сравнивается с первым третье сравнивается с первыми двумя то есть система просто накапливает и кластеризует полученные данные в группе с учетом там каких-то заложенных ограничений поэтому если у нас там новый интерфейс и новые бизнес системы или новый тип ошибок которые ни разу не приходили но система просто их будет заводить как отдельные группы кроме случая когда там сотрудник поддержки зайдет и нажмет фразу объединить руками вот эти два типа ошибок вопреки там твоему мнению после этого они начнут объединяться вместе а труд затраты программиста будут нужны только в том случае если мы захотим добавить какую-то новую интеллектуальную обработку ну например там сказать что а вот если тип ошибок системой такой-то конкретный код системы тогда независимо ни от чего не вы просто выкидываете лерты ну например или какие-то там другие логики по умолчанию ничего все автоматом работает и все и никакой программист не понадобится то есть по идее поставил включил где-то систему и чтобы начать ее использовать только в пи надо настроить alert rule и настроить и кошку для отправки из пиа в пи-алерт вот с точки зрения своего пи-алерта ну там установить завести пользователей внутри тоже через админ потому в несколько кликов так что я постарался сделать чтобы вход был подешевле описал все в гитхабе если вдруг какие-то будут вопросы всегда рад сказать помочь следующий вопрос были проблемы утери алертов недрах агрегации просто не ушло ни в какую из категорий случались ли проблемы с неверным определением категорий в недрах агрегации потери не было потому что сам алгоритм построен на на том что когда приходит alert он сохраняется и в тот же момент он подбирает ему категорию если не удалось подобрать то fullback вариант это создать новую категорию поэтому в случае как это ошибок программных ну смысле там база упал или пи-щик и пхп-шник типа меня ошибся то в этом случае что ты по 500 и в пиа и в пиа и мы видим что не удалось там доставить дпи-алерта и там как какая-то проблема такая системная вот после того как мы код отладили и проблемы такого рода прекратились то сейчас нет в рамках вот вызова из пиа в рамках соединения а что ты по 200 не будет получена пока не заведена категория либо не добавлено существующую поэтому потерь такого рода на уровне пи-алерта не было были случаи когда мы не получали алерты на стране потому что они не были сгенерены то есть пи-алерте нет потому что в пиа и обычном они не были сгенерены но мы грешим на ну я на папу на галочку есть такая сапресс alert в alert руле на стране пиа что в каких-то случаях он почему-то подавляет алерт который не надо было подавлять после того как мы убрали такую галочку и эти алертов пи-алерта стало больше но так как они все равно агрегируется это не имеет значения и пока случаев таких не замечали чтобы что-то потерялась то есть окажут ошибки мы видим случаются ли проблемы с неверным определением категории ну мы их не регистрировали вот так я скажу то есть скорее скорее не до объединения то есть чаще проблема в том что надо чуть руками до объединить чем то что она криво склеилась а если такое было то она где-то погибло внутри системы и никто не постучался не пожаловался и никаких как бы обратной связи не было поэтому пока нет но это связано опять-таки с тем что объединение работает не по нейро сетям или каким-то там таким нечетким технологиям она работает алгоритмически просто на анализе текстов с очень понятным как бы ну с понятными категориями если текст на столько-то процентов совпал не совпал отдельно обрабатываем айпишники отдельно порты обрабатываем там хосты ну то есть алгоритм четкий ну да я там помню проблемы были то что они допустим маппинге всегда добавлял как это то ли не гуит не гуит а ячейку памяти и поэтому текст становился уникальным ошибка одна и та же вот такого типа да соответственно система отслеживает и объединяет что да вот когда у нас есть повторяющийся тег в xml-ке он говорит там первое повторение второе третье в тексте ошибки надо очевидно игнорировать это одинаково ошибка вот сразу вопрос поэтому что значит не получит htp 200 пока лет не будет зафиксирован имеется ввиду что пиай отправляет ошибку ошибки ну вот cbma отправляет из pfp alert через и к то есть сам пиай регистрирует у себя ошибку сохраняет gms и другая кошечка заходит в этот gms берет оттуда запись и засовывает пиалерт и вот при засовывании в пиалерт он вызывает веб-сервис на стороне пиалерта и этот веб-сервис вернет пиа и что-то по 200 тогда когда точно запишет у себя в базу alert иначе вернется что-то по 500 либо ничего не вернет то есть либо мы как это впия впия нету ошибок спали афтам в этом случае значит все успешно получено если в пиалерте какие-то проблемы то сам пиа и начнет алертить о том что не удалось достучаться до пиалерта ну и пиалерт тоже насчет оляции что четко мне давно не стучались следующий вопрос проще разворачивать пиалерт под виндой или на линуксе есть честно на винде ни разу не разворачивал поэтому не знаю но наверное проблемы не должно быть потому что я не использование каких-то особых технологий хотя нет я разворачивался на ноуте точно ну смысле нет проблем то есть и там и там разворачивалась но в продуктиве у меня работает на там центрос вот но на своей локалке тоже разворачиваем все хорошо можно ли сделать обратную задачу слать в пиалер снаружи инфу что какая-то система не может отправить 5 4 3 или 501 скажем ну технически да то есть фактически сейчас такое не используется технически а лев тоже приходит через веб-сервис просто и у этого веб-сервис есть пометка какой 5 шлют под словом какой 5 место какая система то есть по идее любая внешняя система может стучаться в этот веб-сервис говорит что я такая-то текст ошибки такой-то отправить и получать или такие-то ну то есть заполнить примерно джейсон и отправить и в этом случае пиалерт поймет что это какая-то внешняя система что это новая система значит агрегировать надо отдельно и соответственно жить то есть по идее завести в эту и alert можно например и рпшные алерты ну то есть там же тоже есть альерсинг такой же из-за секса и монитора сейчас у нас не это не используется но технически проблем никакой нет то есть сфо там условный тоже может пиалер засылать и обошивках там тоже появится следующий вопрос как лицензируется продукт но я сейчас уже забыл правильные слова ну бесплатно без гарантии вот как как сейчас скажу точную лицензия apache 2.0 лиценз но это означает что вот вот исходники вот система пользуйтесь на здоровье хотите использовать дорабатывать и как-то жить с ней на здоровье и единственное ограничение ну там связано это с тем что надо даже я не помню по моему этого нет ограничений она даже не не платная надо почитать точно ну то есть для использования доработки до пива и прочих использования на здоровье вот в целом в гитхабе можно открыть там есть раздел лицензии почитать подробное описание но я постарался взять просто открытую без каких-то идей продукт лицензируется звездочками на гитхабе вы и позитое и звездочками коньяка выставленными автору как минимум или виски но судя по мнению гитхаба коммерческое использование в модификация использования закрыта открытое как угодно соответственно с ограничениями тут есть какие-то ограничения на тему вот указание лицензии откуда взялось наверное если используется но наверное не надо стирать название продукта в остальном пожалуйста перепродавать тоже можно это лучшая новость за день это если вдруг кто-то захочет перепродать но пока я так скажу если вдруг кто-то будет тоже использовать я просто буду рад иван а пейлоуды вы как-то думали подтягивать сообщений или вы если надо человеку пейлоуд посмотреть иди в базу там по ссылке вот по которой сейчас просто проходим по ссылке заходим дальше пейлоуды ну пока обычно не нужны потому что на самом деле через месяц-два жизни почти все это повторы новых алертов мало кроме кейсов каких-то вот там сетевых проблем еще чего-то когда и пейлоуд особо не нужен а если пейлоуд нужен системно то мы добавляем user find search критерия и он тогда отдельным столбцом рисуется у кого-то всего полу да нет но там много номер заказа если что есть и как сильно база у вас растет вообще не замечаете ее размера но я наверно могу сказать сейчас я минуту открою а но в целом общий ответ не замечаем то есть она какая-то незначительная у вас это по одному адаптеру энджену сейчас или там много адаптера эндженов в одной базе сейчас два внутри 35 иные системы не независимо это тест и два продуктива в одну в один пиалерт один монитор в одну базейку пишут ну как бы все нормально никаких проблем это там не самый сильный сервачок с каким-то минимальными показателями все все живет там я с запасом конечно указал что надо много но это просто современный мир где все в ядрах живет а у меня продукт такой из древности во времена впс ок за 100 рублей и вот он там тоже наверное будет подладивать но работать вот размер базы сейчас 33 с половиной мегабайта до доки оба же больше весит да но это именно база но как бы код он тоже там не содержит ничего из картинок только смысле иконки кнопок поэтому это все очень такое легкая маленькая нормально работающая можно маленький вопрос дополнительный по поводу user defined search мне очень заинтересовал момент то есть это как-то в базе хранится именно это поле у вас или это через ссылку по message айди вы обращаетесь в пиальную базу и уже допустим номер инвойса появляется из user search оттуда то есть это динамический запрос или эту в базе у вас отдельно хранить нет это приходит внутри алякта если ты настраиваешь юзер финансе очень критерия то в момент когда срабатывает поле срабатывает ошибка с данным ну для интерфейса где он настроен то опять когда генерит альерт вот этот джейсон а в нем есть один из тегов который называется там user defined search все теперь понял то есть грубо говоря поэтому мне просто приходит джейсон да проиндексирую что-то там задним числом да то нет грубо говоря уже не добавится я понял спасибо ну наверно все я так понимаю вопросы закончились спасибо да очень интересно замечательное решение спасибо в целом могу сказать что прямо я ну я как это разработчик понятно рекламирую но мне кажется что прям магнически сокращает и психологические затраты и временные и повышает только качество реакции на поддержку поэтому вот единственная проблема это php ну как менее активно используемый язык но буду рад если вдруг кому-то зайдет какая-то библиотека в php для этих контролов и юзер интерфейса используются или вообще все с нуля нет это bootstrap это фреймворк готовый поэтому понятно так я тогда запись прекращаю